Гетфан на связи, Полундра! В этом новостном выпуске я на цифрах покажу, в чем разрабам так стыдно сознаться, как за нерв према получить натуральный возврат, а еще как пожар на приоритетном раскрыл нам планы по изменению авианосцев. В общем, выпуск будет интересным, так что досмотрите его до конца. Компактный, легкий и безопасный электросамокат Iconbit Kick Scooter Tracer уже доступен для заказа на Алиэкспресс со скидкой. Мощный и тихий самокат с 8-дюймовыми колесами, передним и задним амортизатором и телескопической рукояткой возможно лучшее предложение этого сезона. Если тебе нужно экономичное городское средство передвижения, не жди, а узнавай подробнее по ссылке в описании. Порадуй себя и близких! Если вы не пропускаете новостные выпуски, то вы наверняка уже в курсе, что разработчики планируют немного изменить механику авианосцев, чтобы ряд проблем игры ощущался не так остро. Да, я про задержку взлета, которая тем больше, чем выше уровень техники. Так вот, на днях стало известно, что это изменение зайдет версию игры 0.8.4. Но, как оказалось, это не единственное изменение авиков, которые планируют разрабы. Кроме задержки в начале боя, стоит ждать еще унификации снаряжения Форсаж, и это должно снизить разведывательный потенциал авианосцев. Также хотят в 0.8.4 повысить высоту сброса бомб пикировщиками, а также увеличить эллипс прицела и перераспределить шансы попадания бомб по краям эллипса. Для того, чтобы пикировщикам было сложнее терроризировать эсминцы. К примеру, после данного изменения пикировщики, которые зашли в борт эсминцу, с очень низкой вероятностью нанесут хотя бы какой-то урон. А для того, чтобы авики ну не слишком уж взвыли от этого изменения, сведение пикировщиков ускорили, а маневры на них перестанут оказывать влияние на разброс. В общем, получился знатый такой костылек, но может быть в итоге все-таки зайдет. Посмотрим. А еще есть пачка исправлений, о датах которых пока ничего не известно. К примеру, допилят автопилот и для обхода островов или проливов не придется делать сложный маршрут на карте, а достаточно будет укасать только одну точку за преградой, а дальше и должен сам будет сообразить, как же двигаться дальше. Также боты добавят в кооп и треню, а в операциях их придется подождать дольше, потому как разрабы только учат их выполнять особые действия. Ну а самое интригующее изменение – приоритетного сектора ПВО. Сейчас, видимо, эта механика практически бесполезна, но в будущем разрабы хотят добиться того, чтобы правильное использование этой механики давало большую эффективность ПВО. Ну и, возможно, не пройдет и года, как разрабы переведут награду за сбитие самолетов на урон по самолетам, но ждать этого, видимо, придется очень долго, ведь в 0.84 этот показатель только воткнут в статистику, а потом будут ждать перепилы механики приоритетного сектора и после этого еще пройдет пару месяцев для сбора статистики, после чего можно будет взяться за экономику. В общем, планы грандиозные, но уже сейчас видно, как же они растянуты на длительный срок, так что неизвестно, все ли их мы успеем увидеть. Еще из любопытных инфоповодов, которые появились в первую волну майских праздников, стоит отметить новость о нерфе крейсеров Монпельер и Вичита. Причина нерфа банальна – оказывается, в том самом эпохальном забагованном 0.83 еще и в довесок ошибочно изменились ДТХ этих кораблей. А конкретно речь идет про РЛС, так что в 0.84 РЛС поднерфит на километр, а всем, кто купил эти корабли в течение 0.83 предложат сделать возврат. За щедрым предложением необходимо будет обратиться в ЦПП и действовать оно будет только до 1 июня. Ну а пока вы перевариваете эту новость, быстренько раскрою ники счастливчиков прошлого выпуска, которые найдут призы в личке на форуме. Ну а если вы тоже хотите принять участие в новом розыгрыше, пишите свой ник в комментариях и не пропускайте следующий выпуск. Коды пока что еще есть. Кстати, еще скажу пару слов про авики. Тут на форуме появилась тема, где очень сильно недовольные результативностью авиков восьмого уровня принесли вилы и дрова. Со словами, да коли авики в топе будут так сильно перегибать. Ну а огонек в это представление внес наш главный не хейтер всея кораблей, сказав, что все нормально, авианосцы в топе перегибают не больше, чем линкоры и примерно так же вольготно чувствуют себя, как крейсера, попавшие к эсминцам на два уровня младше. Возможно, только он забыл, говоря это, что линкор восьмого уровня может прекрасно наесться торпед от эсминца шестого уровня, а эсминец восьмого уровня может нехило агрессии от крейсера шестерки, если уж он подставится. Ну а законтрить авикой сейчас, ну это, ну такое, как мне кажется, из разряда влажных историй. Хотя, может быть, я просто ошибаюсь и в конец хейтился, напишите в комментариях, что же вы думаете про ответ Седова? Кстати, в той же самой теме стало известно, что потерявший уникальную черту Кутузов, который раньше косил авиацию, что подлететь было нельзя, сейчас чувствует себя нормально и на ребаланс надеяться не нужно, ибо станет им бой. Примечательно, кстати, что на приоритетном регионе сейчас горит пожар на тему того, что новые авики оказались еще более токсичными. С одной стороны, в теме нет ничего нового, просто альфа-тестер написал, что за 4 недели игры винрейт и выживаемость на когда-то любимых кораблях упали. И так стало сложно играть на кораблях, заточенных в агрессию, что итог оказался прост. Игра перестал дарить фан, и потому он и его друг Вася уходят. И всего было бы ничего, если бы этот пост не взлетел в топ, набрав за это время почти что уже 300 лайков, а это я вам скажу немало. Ну и напоследок еще пару слов про продолжение драмы о моем исключении из контрибьюторов. Еще перед праздниками сам главный по пожарам решил поставить точки. И пост получился огромный, даже по меркам сабоктавиана. Стенище текста, которую я, конечно, зачитывать вам не буду. И езжу понятно, что суть там такая, что гид фан сам договорился, а у нас в контрибьюторской все отлично. Хотя наконец-то нам сказали суть, они прикрывались натянутыми пунктами, которые можно было разрушить, хотя бы немного пошевелив мозгом и послушав мое видео. Оказывается, сотрудничество прекратили, чтобы мы все понимали, из-за наброса в том самом видео. И хотя разрабы не против осуждений и высказывания своих мнений, ведь они их очень ценят, им все равно очень бы хотелось бы, чтобы я пошел и посоветовался, мог ли я так говорить вслух. Я так не сделал и, видимо, их это очень огорчило. Я даже, кажется, знаю кого именно. Ну а в качестве того, что произошла мега легендарная и позитивная акция с привлечением, а не просто осваивание средств на акцию ну хоть как-нибудь, были озвучены цифры статистики по акции с Джовом, а это я вам скажу очень интересно. И если коротко, то там все очень позитивно. Рефералы Джова не твинки, ну а про твинков Сивруса, которые пришли в игру вновь, случайно забыли. Но ничего, переживу. Видимо, этот обосрамсу очень сильно хочется забыть как страшный сон, так что не буду лишний раз вспоминать об этом. Главное, что может быть интересно всем нам сейчас, так это то, что акция окупилась аж в 9 раз. Ну и теперь гидфон окончательно опозорен. И как я только мог роптать на эту божественную акцию? Прости меня, Борис. А, нет, постойте, где же мой калькулятор? Проведем очень простые вычисления и узнаем, сколько же стоил один реферал бюджету акции в прошлый раз. И как видите, даже самый дорогой реферал у Джова достаточно дешев. Нам уже есть чем сравнивать. Ну а про физические призы в виде ПК я и говорить ничего не буду. Рефералы тут оказались почти что даром. А не, на самом деле даром оказались рефералы за внутриигровые призы. Их, я думаю, тоже было немало. Вот вам и дешевая акция по привлечению с окупаемостью, как сказали разрабы, аж в 9 раз. Хотя, мне кажется, если бы в ней еще не было твинков, то, наверное, была бы вовсе 10 или даже 20 раз. Но это останется влажной фантазией. Да, конечно, обосрал Джов игру, но вон сколько получилось в итоге рефералов. Вторая акция без широкой огласки вообще не подходит в наше сравнение, ибо ее никто искусственно не раздувал. И там все рефералы были честны. Ну и, видимо, после всего этого разрабы взяли и спрятали свою гордость и запустили то, что в итоге, мне кажется, изначально имело большие шансы на буз. Но так как я этим не хотел пользоваться и не хотел, чтобы этим пользовался кто-то другой, я предпочел в течение акции об этом молчать. И тут все очень очевидно, ведь каждый реферал дает реальное бабло. Причем ценник только начинается с 300 рублей. Ну а у победителей в итоге, как вы видите, этот ценник уходит практически в космос. Возможно, я, конечно, очень плохо ориентируюсь в цифрах и ничего не понимаю, но мне кажется, разница с предыдущими рефералками налицо в денежном плане. А в плане репутации худоподавно, ведь если первый раз рефералку можно было списать на случайность, ну кто ожидал, что танкист все обосрет. Но во второй раз уже можно уверенно сказать, что разрабы просто взяли и повесили ценник на свою репутацию. Если ты пришел и обосрал игру и в нее после этого хоть кто-то пришел после тебя, то это уже неплохо, и за такое мы можем даже заплатить. А по предыдущим ответам разрабов, кажется, что акция будет еще повторяться. Кажется, начинают входить во вкус. Но что ж касается меня и всей этой контрибьюторской истории. Несмотря на то, что барьер для входа в контрибьюторскую сейчас очень похож на проходную в общагу, где только нужно вежливо попросить тетю Любу забыть про то, что ты пришел уже после 11 и она точно забудет про все предупреждения и угрозы, все равно останусь верным своему мнению. Акция и раньше выглядела как абасрамс, ну а сейчас попытки прикрыться всеми правдами и неправдами лишь усиливают мои подозрения. Но я, конечно, могу и ошибаться, так что ни в чем не буду вас убеждать. Тем не менее, если цена своего мнения быть на задворках милости разрабов даже в преддверии летнего съезда контрибьюторов, где будут вкусно кормить и рассказывать про игру самое интересное, я, пожалуй, как-нибудь постараюсь это пережить. Ну и на этом давайте поставим точку. А если выпуск понравился, не забывайте жмакнуть лайк, подписаться на канал, а отдельное спасибо хочу сказать тем, кто поддерживает канал рублем. Благодаря вашей поддержке видео выходят регулярно. Желаю всем вам здоровья, не скучайте и не пропускайте по лондру. До связи, пока-пока.